здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно мне вконтакте пишет один человек с краснодара по моему говорит но он в ужасе говорит что открыл брокерский счет в сбербанке и девушка в сбербанке ему буквально впарила облигацию какую-то инвестиционную что это такое помогите пожалуйста в ужасе такой я говорю ну что такое она мне обещала 10 процентов годовых я согласился по потому что вот я говорит ну мне хоть немного мне большой процент не нужен но когда он открыл начал искать что же он открыл попытался он говорит я тут обнаружил что там через пять лет я получил 50 копеек за нее и все и помогите пожалуйста и скидывает мне вот такую мутную фотографию и говорит что там облигация там 4 компании оборонных и и помогите пожалуйста я смотрю вот это вот мутная фотография который он сфотографировал я понимаю что если четыре компании то наверное это структурный продукт скорее всего девушка обещала ему 10 процентов купонную доходность но судя по всему если это структурный продукт то это условный купон и я говорю ну если девушка обещала ну наверно все таки ну сбербанк то вряд ли будет кого-то обманывать но так как в сбербанке девушки обычно мало что соображают вот поэтому она ты я говорю ну пришли мне информацию то она тыкала ему в планшет и показывала презентацию и он все 400 тысяч которые положил на иис бухал вот в то что очаровательная девушка ему посоветовала а теперь думает а что же сказать во что же я вляпался вот и но я так понимаю что он не один такой поэтому давайте попытаемся все-таки разобраться все-таки я немножечко разбираюсь в структурных продуктах и так он прислал мне вот такую мутную фотографию говорит вот посмотри здесь четыре компании ну во первых здесь не 4 а 8 компаний я вижу на фотографии говорю какие четыре те которые вот голубым обведены он я не знаю тут вообще вам сказала оборонка и так далее и так далее вот все что я от него пытался добиться и значит следующая фотография которую мне прислал вот она облигация сбер и ос 153 стоит сейчас 898 рублей ну а он за эти облигации заплатил по 1000 рублей за каждую то есть он в ужасе и говорит ну что это такое через пять лет я получу за нее свои деньги ну это неправильно говорит он и просил помочь ну хорошо по крайней мере здесь есть информация сбер и ос 153 что я решил делать дальше я решил просто но в яндексе набрать сбер и ос 153 и логично взять эту информацию с сбербанка естественно вот она вот сбербанк и ос я перехожу на сбербанк по этой вот ссылке и вот что я вижу квартет и ну известные юмористы типа ночью вы хотите но 10 процентов годовых до пишут для тех кто стремится к потенциально высокому доходу но не готов рисковать и давайте попытаемся найти что же значит здесь просто выгодно доступно инвестиционные облигации сбербанка и ос и здесь и ос инвест китс и ос на юсд руб и ос на 5g и ос на айти ос на лукойл вот этой конкретно на облигации 153 я не нашел нашел только вот юмористов которые тут вот все как-то рекламируют думаю вероятно у них где-то еще спрятаны короче говоря долго долго пытался найти эту информацию самая внятная информация которую я нашел она оказалась на сайте вот на этом finplan.org вот я его открыл здесь более-менее хоть что-то написано что-то параметры облигации и синда есть вид облигации банковские дефолты нет номинал 1000 рублей текущая цена 80 89 и 8 процентов то есть все именно про нее такая структурная облигация то есть ну по крайней мере здесь написано что она структурная где-то вот общая доходность нет цены доходность ратата вот что здесь написано единственный сайт на котором внятно написано облигации является структурной статье структурной облигации параметры структурного данной структурной облигации дополнительный доход то есть сбербанк это называет дополнительным доходом то есть это купонный доход обыкновенные акции норд хорп груман значит халис групп бая систем с шафран с а и так далее условия выплаты купона если в даты оценки цены базового актива то есть даты наблюдения про которые я рассказывал когда я рассказывал про ноты в банке открытием в брокере открытия базовых активов одновременно снизились ну то есть самая худшая акция не более чем на 10 процентов оцен базовых активов на следующий день с начала размещения он получает 10 процентов годовых в противном случае дополнительный доход равен нулю то есть все правильно условный доход купонный барьер десять процентов от начальной стоимости много это или мало это плохо на самом деле потому что на 10 процентов акции легко могут упасть у открытия например давайте сравним с открытием вот у открытия прим вот то что я по крайней мере вкладываю то что я всем советую ежемесячный потенциал то есть каждый месяц периоды наблюдения в данной облигации раз в год в сбербанковской здесь ежемесячные 20 процентов годовых сбербанковской 10 процентов годовых то есть условия сильно хуже и но здесь явно написано автокол в сбербанке нет автокола то есть она не отзывная на пять лет деньги в бухали все чем отличаются структурные облигации тем что досрочно практически нереально их закрыть не реально их можно выкупить текущая цена или продать вот она в 89 800 то есть вы сразу теряете 10 процентов прямо сейчас это есть вот но условный купон вы можете получить какое достоинство у данной облигации вот сбербанковской тем что стопроцентная защита капитала и более того она даже не стопроцентная но 50 копеек получите за нее вот формула расчет дополнительно дохода представляет собой сложный многоступенчатый расчет с которым можно ознакомиться в эмиссионных документах я пытался спросить у этого человека про эмиссионные документы про то что он подписал ему должны были дать какие-то документы ничего ему не дали давайте я покажу примерно что дает открытие на вот такую штуку вот такой вот вот я распечатал здесь куча 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 всех 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 подробностей о том что же такое я купил и здесь очень подробно описываются все риски которые связаны с этим а там девушка потыкала в планшет и все я говорю что то у тебя есть какая-то бумага нет ничего вот поэтому я вот и снимаю это видео что еще можно сказать про эту облигацию наш период выплат дополнительного купона то есть периоды наблюдений 23 октября 2020 22 октября 2021 то есть раз в год раз в год наблюдения ну если сбербанк не не рассказывает о том как это происходит лучше всего я могу показать это дело на как раз своих продуктах которые у меня есть куплены в открытии давайте я вам их покажу сейчас вот наглядно видно на тот структурный продукт который ну приобрел я это на брокерском счете моей жены 150 тысяч рублей корзина на акции компании тоже четыре компании север стал лукойл роснефть и яндекс и здесь есть периоды наблюдения вот они но в данном случае у меня это раз в месяц у вас это раз в год и посмотрите если в период наблюдения на все акции находятся между ну выше чем вот этот вот уровень выше чем вот этот уровень у вас этот уровень 90 процентов от цены начальная активов здесь на самом деле 85 здесь пониже то есть это условие лучше чем ниже вот этот вот порог тем лучше на самом деле лучше когда 35 есть и такие но они для квалифицированных инвесторов вот здесь у открытия вот 85 процентов от начальной стоимости и если акции не опустились худшие из этих акций не опустилась ниже чем вот этот порог то вы получаете что дополнительный вот этот самый доход купонной виде купона но в случае открытия это 20 процентов годовых случае сбербанка это 10 процентов годовых ну а что вы хотите сбербанк обычно маленький процент дает следующий период вот скоро уже будет и я думаю что ну превысит вот верхний барьер если верхний барьер превышается то но в данном случае но то закрывается я получаю очередной купон и возвращаются мне все деньги но в случае сбербанка судя по всему деньги не возвращаются они до конца на пять лет если вы открыли эту ноту то вы в течение пяти лет если акции не опустились ниже чем десять процентов от начальной цены 90 процентов от начальной цены то вы получаете купонный доход если нет то значит не получаете эффект памяти есть я успокаивал человека как мог вот но давайте посмотрим что там за акции да вот я нашел ту фотографию которую он мне прислал это на сайте smart lab вот она ну и здесь кто-то пишет тоже что ужас 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 что все плохо что сбербанк обманывает и вот здесь судя по всему павел васильев судя по всему он и сбербанка неправильно понимаете облигации будет платить ежегодный купон 10 процентов с индексации изменения юсд рубль то есть в рублях в долларах да если все акции из корзины американская оборонка это не так будут на ежегодную дату там и так далее и так далее на дату проверки более 90 процентов от первоначальной цены с эффектом памяти тра-та-та-та-та-та он пишет это американская оборонка врет давайте посмотрим что это за компания смотрите норд хроп грумман я беру вот так вот выделяю то что мне удалось выскрести не на сайте сбербанка вводим сюда вот он американская военно-промышленная компания работающая в области электроники информационных технологий аэрокосмической отрасли и судостроение образованных 94 и так далее так далее так далее да это американская компания вот я вношу вот сюда хорб груман вот она я нахожу эту акции этих компаний и в принципе я считаю что они вполне но не должны больше падать я думаю что они вырастут я нашел акции этой компании на финвизе вот он тот же самый график вот они по и на е forward п на е в принципе достаточно хорошие показатели это не государственные американские ну то есть как бы это государственный заказ они обеспечены заказом судя по всему долги невысокие то есть мы в принципе нормально нормальная компания следующую компанию ну а что сказать почему она должна быть ненормальной сбербанк все-таки соображает вот следующий давайте посмотрим какая следующая у нас компания вот он от халис групп control c также точно в яндекс вводим control в международная промышленная группа выпускающие информационные системы для авиакосмического космического аэрокосмического нет авиакосмического военного и морского применения тхалис вот она пожалуйста тали с группком from our space space defense and to security tells health to customers и так далее так далее международная промышленная группа вот так по-моему она до французская компания написано она зарегистрирована во франции где она американская она французская ребята вот так что не надо врать это французская оборонная компания вот дальше by assistance control c точно так же и смотрим в яндексе control в британская компания оборонная компания великобритании занимающийся разработками в области вооружения информационной безопасности и аэрокосмической сфере ну в общем сказать ну вот by assistance до нормальная компания то есть ну друзья из сбербанка вот наверняка будете смотреть меня потому что сбербанк счастью отслеживает ну дайте вы информацию побольше почему я должен об этом рассказывать людям и успокаивать ваших клиентов в том чтобы потому что вы такие извините бестолковые французская компания шафраны со французский промышленный конгломерат работающий в области электроники высоких технологий ну вот все все здесь есть все есть нормальные компании вот она шафран шафран с а вот компании вот уровень поддержки принципе нормально все должно быть здесь я не найду на финвизе потому что это французская компания ну что я могу сказать если вы попались на эту удочку если вы вложили в облигации сбер его 153 то я думаю что все-таки скорее всего вы получите свои 10 процентов годовых раз в год вам будут они капать продать ее без потерь практически нереально вы сразу потеряете 10 процентов я думаю что этого делать не стоит но сбербанку я хочу пожелать ну как-то более грамотно подходите к своим клиентам не надо гнаться я понимаю что девушка которая впарила вот эту облигацию она получит свою премию но как-то деньги-то пахнут все-таки мы занимаемся общим делом ребята вы можете сделать так что люди будут шарахаться от фондового рынка сделайте что-нибудь нормально вот но она сегодня все оставайтесь на моем канале я не часто буду рассказывать про вот эти вот облигации сбербанка просто но я вижу что люди шарахаются что этот же человек уже обращался и к саймонову и поэтому я решил просто об этом но обращайтесь к нормальным брокерам которые работают уже много много лет вот я в частности в открытии и если у вас какие-то продукты из открытия вам точно совершенно помогу с большей радостью поэтому смотрите куда инвестируете всегда думаете сначала не верьте девушкам просто если вам девушка говорит давайте 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 ну в общем я вам советую сначала подумать прежде чем инвестировать потому что вы ваши деньги заморозили на пять лет ну и еще хочу напомнить что сбербанк это конечно же самый надежный банк тут ничего не скажешь но так как это самый распространенный банк он пользуется своим о чем там положением поэтому он дает самые низкие доходности ну и в общем сказать самые наверно плохие условия так что вы как-то рассчитываете ну вот что вот это так ну грубо говоря сбербанк это банк для бедных людей потому что бедные люди обладают очень низкой финансовой грамотностью и их легко встречи ну а на сегодня все спасибо за внимание напишите что вы думаете по этому поводу и оставайтесь на моем канале с вами был демитров юрий